Главным событием года уходящего президент Владимир Путин назвал празднование юбилея Великой Победы. И мы решили, почему бы в преддверии самого волшебного праздника еще раз не вспомнить наших ветеранов. Ведь это они сделали нам самый главный подарок на все времена. Отвоевали мирное небо. Риас Михайлович встретил нашу съемочную группу необычным вопросом. Спросил, счастливы ли мы. И правда, много ли мы знаем о счастье. И если сегодня принято говорить, что у каждого оно свое, то почему тогда, 70 лет назад, счастье было общим для всех и называлось Победой. Радостную новость молодой солдат встретил на немецкой базе в Восточной Пруссии. Вечером в одной из казарм мы расположились спать. И вдруг кто-то из наших открывает дверь в это помещение, в котором мы собрались ночевать. И кричит на все помещения. «Товарищи! Внимание! Война кончилась! Сейчас по рации передали!» «Ура! Домой! Кто чего?» Кричит. Не знаю, на улицу высыпали. С личным оружием стрельбу подняли. Охрана аэродрома, зенитные артиллерии. Они из зениток начали стрелять в воздух. Знаете, троторят. У них же как автомат. Не один выстрел, а серия выстрелов. Вот такой конец войны. Риас Куликов – один из 13 наших земляков, служивших в полку Нормандии-Неман. С 1944 года в легендарной эскадрилье он был мотористом. Французские летчики доверяли русским, как самим себе. Троса, рули поворота, шасси, колеса – вот это все достается мотористу. Я даже говорил всем, что правильно было бы назвать не моторист, а планерист. За годы войны в полку служили 108 французских летчиков. Риас Михайлович вспоминает, все они были разными, но абсолютно каждый – мастер своего дела. Общение складывалось сложно. Французского языка наши солдаты не знали. Летчики иногда говорили на ломаном русском, но в исключительных случаях. Один раз мой летчик Костен сбивает три дня подряд по одному самолету и обращаясь ко мне, к ни с того ни с сего, к Куликов. Я думаю, один день, один самолет, фриц, капут – это хорошо. Я говорю, да, мой лейтенант, это очень хорошо. Война скоро кончится так. Вот наш разговор в таком плане. Новый год в войну не отмечали. Было не до праздника. Разве что чисто символически по пять капель фронтовых могли себе позволить. Нет, не отмечали. Вот только если что грамм… Это я помню, давали праздники на войне. Там 1 мая, там октябрьская. Это давали маленечко. Риас Михайлович удостоен высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Его, Ивановскому ветерану, вручал лично посол Франции. Сейчас о том, что в его жизни была Нормандия, а страну сотрясала война, представить сложно. Впрочем, как и тогда, далеких сороковых Риас Михайлович не мог себе представить, что проживет такую долгую жизнь. 3 января ветерану исполнится 90 лет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.